Друзья, привет! Как мы с вами знаем, вчера Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет санкций и в частности ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Давайте разбираться, что это значит, кто попал под раздачу и что с этим совсем делать. Итак, для начала могу сказать, что в принципе, если мы говорим про санкции против Сбера и Альфы, то против них уже вводились ранее санкции. Это санкции секторальные и против Сберы, и против Альфы. В том смысле, что на американском, в частности, рынке им нельзя было выпускать облигации с погашением более 14 дней и выпускать новые акции. Эти секторальные санкции были введены в Соединенные Штаты еще, если не ошибаюсь, 24 февраля вечером к московскому времени. И против Сберы еще были санкции, а это отключение корсчетов в долларах. Но теперь это блокирующие санкции. Что это означает? Это означает, собственно говоря, следующее. Я это выделю для вас. Это означает, что в отношении банков и всех структур, где они владеют больше, чем 50%, вводится запретами дело с американскими физлицами и компаниями, а также все активы банков и структур, где им принадлежит 50% более, соответственно, блокируются. То есть никакие долларовые расчеты невозможны через Сберы и Альфу, и все их, соответственно, активы благополучно блокируются. Теперь давайте с вами поговорим о том, кого это затронет. Ну, то есть Альфа-банк понятно, Сбербанк понятно, но, конечно же, они входят в финансовые группы. Имеет смысл поговорить о том, кого это затронет далее, помимо банков. В отношении Альфы здесь все следующим образом выглядит. Здесь Альфа-лизинг попадает под санкции, Амстерин Трейдбанк попадает, Кипрское Альфа-капитал-маркетс попадает, Казахстанское подразделение банка попадает, Альфа-директ, Альфа-форекс. А Альфа-капитал не попадает под блокирующие санкции, потому что там доли у Альфа-банка нету, и там бенефициары не те, которые у банка. Поэтому Альфа-капитал пока на сегодня под блокировкой абсолютно не находится. И продолжает работать в штатном режиме. Теперь давайте поговорим про СБЕР. Здесь 42 дочерние структуры оказались в санкционном списке, в том числе это Сбербанк страхования, Сбербанк страхования жизни, НПС Сбербанка, СБЕР-СИБ. Что касается других структур СБЕРа, давайте с вами чуть подробнее про это поговорим, а потом поговорим, когда все это хозяйство соответственно вводится. Сразу могу сказать, что в отношении, в частности Сбербанк управления активами, санкции их не коснутся. У Сбербанка управления активами ситуация такая же, как у капитала. Здесь Сбербанку принадлежит только 49%. Они вовремя избавились от своей доли. И поэтому Сбербанк управления активами под блокирующие санкции не попал. Что касается компаний из экосистемы Сбербанка, то здесь тоже пока все достаточно тихо. Потому что они входят совместно с ВИКЕ и предприятием, и Сберу там принадлежит только 45%. Поэтому то, что касается Delivery Club, кухни на районах, самокаты и так далее, все это тоже вне санкций. Теперь давайте поговорим, когда, собственно, час икс, и когда все эти санкции вступят в силу. В отношении сроков здесь, собственно говоря, следующее. Американские граждане и структуры должны будут завершить все транзакции в отношениях со Сбербанком и дочками до 13 апреля. И в отношении Сбербанка, CIB и USA здесь до 7 июня время. В отношении Альфа-банка это 6 мая. Что нам все это хозяйство дает? Если у вас через Бер-банк, именно банк, то есть не через Бер-управление активами, или через Альфа-банк, опять же банк, не Альфа-капитал, купленные иностранные активы, вас ждет судьба такая же, как ВТБ, открытие и так далее. То есть эти активы вы должны куда-то перевезти или вас куда-то переведут. Соответственно, варианты. Если будут переводить, мне жалко даже тех, кто попал в Альфа-банк после перевода из ВТБ, потому что вас опять сейчас куда-то будут переводить. Значит, я предлагаю действовать все-таки превентивно. Как мы с вами видим, когда переводят в какой-то банк системной значимости, риски возрастают, потому что санкции продолжают вводиться, и нет гарантии, что новые банки под санкции блокирующие не попадут. Поэтому я бы советовала вам переходить именно в финансовые компании, преимущественно именно брокеры. То есть там, где банк есть, но это банк маленький, не критичный, не системно значимый с точки зрения российской банковской структуры, а нужный исключительно для базовых каких-то функций. Вот и все. Чтобы просто можно было деньги закинуть, вывести на банковский счет. Ну то есть это дополнение, но не основное в этой финансовой группе. Какие брокеры у нас сейчас действуют в нашей стране вне санкций? Это БКС, это Финам, это у нас АТОН, это у нас Freedom Finance, это Тинькофф. Но Тинькофф, мы знаем, что Тинькофф Банк входит в 13 банков системной значимости, против Олега Тинькоффа вводили санкции, поэтому теоретически, ну вот я сейчас уже совсем дую на воду, здесь могут быть моменты. Но если говорить про БКС, Финам, Фридом, АТОН, то здесь я особенных пока на сегодня, если там совсем тотал против всего не будут вводить, я здесь рисков не вижу. Здесь нет крупных банков, против которых имело бы смысл что-то предпринимать, это чисто инвестиционные структуры, поэтому можно переводить иностранные активы туда. Другое дело, что я думаю сейчас и Альфа-банк, и Сбербанк будут вставлять заградительные комиссии за перевод бумаг, и я думаю несколько тысяч рублей как нефиг делать, поэтому как это можно решать, ну либо вы плюс-минус продаете активы и выводите валюту, если вам позволят это сделать, опять же не знаем какие будут директивы внутри нашей страны, либо вы, ну например, если у вас там много позиций, вы пытаетесь какие-то продать, ну естественно вы преимущественно прибыльные, покупаете далее там одну-две позиции и их переводите, и в итоге у вас получается комиссия за перевод не такая большая, как если вы там переводите 200 бумаг, вы можете большую часть продать, купить всего одну-две бумаги, чисто утилитарно для перевода, и перевести к брокеру, потому что если ждать, что вас куда-то сами переведут, да, скорее всего это будет там без комиссии или по минималке, но где гарантия, что вас переведут, а, во что-то нормальное, и б, что потом эту самую, куда вас переведут, не попадет под блокирующие санкции, потому что если это будет банк важной системной значимости, риски есть. Соответственно, такие вот моменты в отношении Сбербанка и Альфа-банка, о которой мне хотелось вам рассказать. Также, когда будут объявлены санкции, пятый пакет со стороны Евросоюза, и мы узнаем, какие там четыре банка тоже попадают под санкции, один из них будет ВТБ, ну, там уже, по-моему, и так все отрубилось. Соответственно, я выпущу еще ролик, и я думаю, что в конце этой недели я сделаю ролик с тем, чтобы подытожить, какие в итоге у нас санкции против каких банков, какие страны в отделе, где что заблокировано, где что работает, потому что думаю, что пора делать апдейт, дайте мне знать, если вам это будет полезно. Про биржевые фонды помню, вид на жительство помню, но, скорее всего, я это буду делать уже в выходные, потому что, сами видите, новости выходят одна за одной, и приходится делать, соответственно, апдейты. И, в общем-то, стараюсь соответствовать темпу новостного фона. На этом все, друзья, будем держаться вместе. И для того, чтобы не потеряться, если все-таки YouTube заблокируют, ссылочка на мой Telegram в описании к этому ролику. Продолжение следует...